здравствуйте продолжаем работу в домике значит сегодня мы начнем обшивать потолок но особенность такая то что потолок здесь у нас значит больше трех метров где-то в районе 390 385 где-то так вот и это вынужденная работа почему потому что вот здесь вот стелили пол стелили пол но связи с проблемами то что нету доски нету доски уже ходили по магазинам пока не могли найти продолжение пола чтобы не стоять решили значит заняться потолком но здесь вот несколько вариантов есть как лучше делать потолок как учили бы дело потолок но вот попробуем вместе с вами посмотрим что из этого будет получаться стыковать значит пришли значит вагонку стыковать в разбежку но вот посмотрим значит вот видите еще мы обрезали еще пробный рез пробный рез в принципе можно стыковать вот у нас была доска мы просто взяли дощечку обрезали за 4 где-то вот это просто она была целого но и перевели можно вот под стыковать просто вот видите как ушел получается но это одна и та же доска просто мы ее значит с торцовочной пилой обрезали вот такой шов можно значит под 45 градусов вот тоже взяли по 45 градусов вот обрезали видите вот шов получается и при этом значит что это разные доски то есть это вот это была доска у нас 3 метра это было двухметровый дощечка ну значит мы склонны что надо делать что же под 45 градусов ну и начнем значит сейчас вместе с вами начнем значит обшивать вагонкой потолок я уже как-то говорил останавливался здесь в принципе потолка уже мы достаточно много делали много делали но как говорится всегда значит старались а потолок делать чтобы хватало значит по длине 1 вагонки здесь вот потолок побольше побольше будем стыковать что из этого получится посмотрим вместе с вами что будем делать но есть особенность такая если кто-то еще не смотрел или допустим затрудняется и что значит особенность такая особенность она всегда начала начала всегда сложновато идет особенность такая что что в вагонке вот вагонке да вот есть маленький двигатель в этом маленький такой вот сам стыковочный шип такого что что вот он выступает и таки то нет около полку полутора сантиметра но она увидена везде а вот когда мы будем первую доску пробивать вот это значит шип нам не нужен не нужен почему потому что уголком будет обделываться это будет и защищать лишнее мы что мы берем разберем это значит просто мы его отпилили вот видите отпилили не строгали ничего просто пропали с одной стороны с другой стороны ну и соответственно боимся сейчас 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 будем начинать делать для того чтобы мы так думаем так что чтобы лучше получилось а если вы просто на вагонка было это одно а здесь больше одно здесь будет 2 значит вставляться стыковаться мы что сделали видите вот натянули нитку натянули нитку натянули нитку и где-то значит установили и таким образом чтобы чтобы она была немножко больше дальше от стены то есть вот мы ставим видите ставим ее да и вот здесь получается где-то где-то миллиметров 5 миллиметров 5 чтобы можно было что гулялась туда-сюда для чего для того что можно было хорошо отрегулировать чтобы первая вагонка стала ровно по нитке ну вот сейчас посмотрим что из этого получится что же это получено чего вместе работать приступает чувство приступаем устанавливаем первую вагонку но вот особенность хотел бы остановиться перед началом работы здесь вот потолок на удивление не очень хороший ну в плане то что значит когда пришивали доску не обращали на это внимание почему бы что в тот период когда доску пришивали надо была задача пришить доску сейчас вот когда уже пришили все уже посмотрели очень неровные здесь доски очень выступает он где-то миллиметров пять может даже больше где-то в других местах наверное придется подстрогать немножко где-то где-то подстрогать подрогать но это как говорится чем сложнее работать тем она даже интереснее почему если вы посмотреть вот на эту год на эту стену то ранее видео снимали может быть застали может нет но эта стена была вообще будем вы что так отвратительно а вот видите поработали с этой стеной получилось достаточно хорошо ну что приступаем к работе для того чтобы делать я уже говорил когда становлюлся я для этой цели всегда используют а приземные досточки или просто пофе проще работать легче и хорошо одному просто на носочку так и установил на засочку установил единственно что конечно несет ниточки еще мешает но ниточка в данном случае небольшой небольшая победа вот так вот поставил допустим установил я на досточку сюда вот так вот можно не одну можно 2 поставить можно 3 поставить установила потом уже можно смотреть регулировать что идти к вот установил ведь она свободно свободно есть можно еще убиться ну вот здесь все можно 2 конечно поставить лишь ну давайте поставим уже я приготовил целом то 3 более-менее было хорошо регулировать поставим эти прижимные досточки это конечно с ними подольше потом когда уже следующая доска 2 3 там будет достаточные одной приземной зачечки чтобы прицепить потом клиночками расклеить вот так еще поставим вот поставили значит следующая значит наша задача что сделать нам на теперь вот эту доску который мы значит сейчас поставили на эти дощечки вагон очку надо еще выставить выставить чтобы она стала ровно по ниточке не очень видно уже под уже как говорится в конце рабочей дня приступили к этой работе но нам идеально конечно так и не надо но вот здесь крайне нормально из крайне нормально а здесь здесь это миллиметра полтора-два надо подвинуть ну чтобы тот край не гулял что в крайне гулял но его что прибьем и так мало точек но точек это нас такой прибиваем отведите самый край обычными гвоздики вот эти прибиваем потом она больше но закрываться это значит хороший возникнуть не будем его сюда где-то отступаем пол сантиметра и прибиваем у нас что-то не очень прививается да нет пробойником надо быть чуть-чуть ладно посмотрим сейчас с этой стороны но как всегда у нас что получается ниточка то вот ровно натянуть на вагон очки у нас немножко неровные немножко неровные получается здесь вы видите здесь получается где-то миллиметра миллиметра 45 здесь а здесь здесь она уже практически стоит право на практически эти очень хорошо стоит вот здесь что мы будем делать мы сейчас он здесь откроется целью закрепим а потом значит той стороны где она значит уходит туда мы ее клиночки немножко расклеим то есть выдвинем выровняем немножко но я уже много раз говорил что значит значит при работе значит с такими вещами идеальных манерялов не бывает вот что есть тем работаем вот мы здесь прибили вот здесь уже здесь уже ну наверно вот здесь в центре в центре в центре лучше как это лучше отодвинуть отодвинуть сейчас посмотрим берем сюда подкладывая подкладывая ну вот она хорошо идет хорошо идет значит что надо клинок с собой взять еще какой-нибудь сейчас посмотрим и есть определенные вот они вот получается что мы два края один на другой закрепили и теперь вот выравниваем сюда надо что-то подложить еще на больше надо как раз перемешает так 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 опа ну вот в целом в целом неплохо я не скажу что она идеально стоит вот так уж что более-менее более-менее нормально более-менее нормально значит сейчас что сейчас уже подробляли да сейчас был где-то клин поставили клин поставили сейчас есть еще тоже возище поставлю поставлю чтобы она не ушла чтобы она не жрвала и тогда вы хорошо вот вот кривой косой косолапый вот видите доска тоже гуляет гуляет желательно конечно забивать там где она вот соприкасается вот видите здесь вот раз здесь вроде она нормально мы сейчас ее прихватим а потом когда клин уберем до конца забью смотрим она ведь уже на гвоздь схватилась клин уже не нужен пробойника нет молоточку промазалка чего как нужно вот все теперь начинаем пробивать я на пробиваем через я не знаю вот здесь вот чтобы взять привели допустим здесь прибили здесь но вот еще несколько гвоздиков на окончательно сюда прибить несколько штучек . 34 сейчас продолжает придавать еще не плотно прижатая потому она от любит не очень хорошо прихватилась и здесь можно добить чуть-чуть пробойника тогда конечно это не сам ручий вариант поток пробок надо побольше делать так вот раз ходим через километр через 30 40 ладно здесь вот нечем а вот здесь вот здесь еще пробьем сейчас здесь пробьем вот хорошо пошел так ладно здесь будем нормально можно вот здесь вот еще один сейчас сейчас это уже в принципе нам не надо в принципе нам не надо можно убирать уже можно убирать потом поток не идеальный и потому что мы выберуbie немножко немножко сложно забивать здесь прибито ну вот это буквально еще один-два гвоздя один вазят кстати один-два гвоздей осталось так есть у нас любита может вот здесь еще один край доски край доски даже есть смысл здесь саморезами повеселее вот значит практически мы это дело что закрепили значит что сейчас сейчас берем на все клеймеры берем клей и начинаем устанавливать поставим примеры если их который устанавливать не на вот ниточки она здесь а чего там все она нам еще будет нужно хотя может быть счет мы сейчас это самое не будем к примерам мы сейчас просто один это самое одну защищу снимем поставить стыковочную доску поставим а потом чтобы можно и ниточку чтобы убрать и что просим было работать начнем сейчас разбейте им сейчас ее сначала, вот эта дощечка вот так вот должна стоять, ну вот видите она значит значительно длиннейшая, так как нам нужна вот эта рабочая сторона мы ее просто перевернем вот сейчас вот да вот так вот перевернем туда прижали, здесь посмотрели и отметили и если вот отмечаем значит где-то вот в этом месте в этом месте отметили в этом месте для отметили сейчас это отпилим и будет все нормально снимаем эту досточку прижимную и сейчас мы ее сюда встану встану вставляем сюда там немножко уже закреплено сюда вставляем так вот так чуть-чуть сюда и прижимаем вот этой доской так вот прижали теперь уже что теперь уже можно и с ней работать и здесь как раз хорошо подойдет стамесочка вот так вот стамесочка стамесочка я думаю маленько пережал ее сюда немножко наверно надо зацепить опа она гуляет свободно так теперь уже можно поставить как вот вот так и хорошо больше не надо так нормально нормально сейчас задача закрепить пару пару гвоздей забить так и здесь полипа если по нитке поставить что более меня хорошо вот так вот так много вот так хорошо сейчас один край закреплю потом другой прививать на не очень почему потому что край доски она вибрирует сильно доска-то вот здесь вот надели и здесь сейчас посмотрим возьмем стреской и поправим и поправим здесь вот так вот вот так вот хлопот пожалуй и даже гвоздь мешает так вот сложна тоже возможно слишком идеально тоже и не надо потому что она вагонка выровняется выровняется но все равно лучше стараться лучше хуже всегда получится так что вот так вот сейчас вот здесь еще один мой забью край так пойдет здесь я потом добью пробой нитку ну все пожалуй так вагонка так нитка уже нам не нужна нитка нам не уже можно ее что снять все значит приступаем к креплению кляймеров кляймеры тоже где-то ну я не знаю если метро где-то через 35 будем их прибивать пробой нитка так уже эти прижимные досточки так не нужны да и вот чтобы не делали лучше всего лучший вариант когда вот в телаже значит проходит на длину всего потолка тогда удобно значит уже что передвигаться и легче работать ну все приступим призывать кляймеру так вот можно сразу наставлять потом прибивать можно сначала по одному убивать кто как захочет раз вот кто-то на саморезы ставит одно время мы приобретали те которые приобретали и возле на них лучше придавать это маленькие маленькие недостаточно такие подбили прибиваем вот так вот и в плане начали мы работали так вот потолков немножко поздновато так вот здесь сейчас посмотрим сейчас посмотрим сейчас посмотрим где самое интересное то что положишь в карман кляймеры и они так слипнутся не торвешь вот так и вот край обязательно край обязательно вот сюда так вот сюда хорошо поставить так край здесь можно еще сюда и ее вот настолько на стыд можно и ставить на стыд так можно и ставить на стыд можно не ставить на стыд сюда можно привязь вот установили первую доску первую вагонку вот уже в ходе установки столкнулись такой проблемой когда забивали первые гвоздики вы видели что здесь край доски вибрирует плохо забивается ну что еще я говорю что лучше саморез так и действительно вот саморезы поставил здесь во вторую дощечку саморезами очень хорошо не вибрирует ничего и хорошо потянуть то есть ну что скажем так лучше первую доску вот край доски пришивать саморезами и по гвоздикам гвоздики мелкие которые в наборе идут и как я говорил ну вот еще раз повторюсь и значит вот такие гвозди значит мы приобретали вот вот значит два на двадцать пять два на двадцать пять них шляпка хорошая и как говорится работа с ними гораздо легче да и держат они лучше для равно вот он вот он такой гость вот он такой гость вот этими гвоздями мы будем продолжать работать ну что продолжаем работать но здесь в принципе самая сложная первая до дощечка первым установили все а последующие будет проще работать но единственное что здесь я договорю что это мы и удлиняем вот за счет этого значит возникает определенные проблемы я берем вторую дощечку вторую дощечку берем поджимную дощечку тоже и и шуруповерс сейчас уже скорее всего смысла не будет как говорится много ставить прижимную дощечку статах достаточно будет одной чтобы что чтобы она держалась вот так примерно поставили примерно поставить и сейчас он где-то в этом районе или прикрутим прикрутим а потом будет смотреть как она пойдет можно потянуть получи здесь могут быть проблемы только в том что здесь видите соединение двух дощечек вот может быть в этом будет проблема слишком слишком затянул надо прослабить надо прославить но я обычно прижимную дощечку делал толстый ну здесь вот с вагонки сделал тоже держит нормально держит нормально сейчас вот ставим здесь зазор ставим небольшой нет лишь мне после тебя сантиметра можно стать может побольше вот так вот так вот нормально пока вставляем так вот вот руками свой как еще идет там выскочил значит что значит будем сразу что ставить писать и пятачки и подклинивать вот у меня наделанные пятачки и достаточно ну каким образом то я поступаю вот беру где-то в этом районе что здесь будет клинушек стоять и берешь что вот так даже немножко послабее вот так вот маленький шевелился вот значит такой пятачок значит смысл это заключается следующем то что вагонку вагонку бывает очень сложно вставить вот мы его что-то установили вы видели я уже вроде установил она раз и выскочила вот берем его так как раз и клиточка сюда поджимаем из расстояния остается та же вот чуть-чуть поджали и уже можно идти дальше смотреть дальше здесь надо в этом районе еще один пятачок еще один пятачок и так и за штуки 3-4 может поставить в зависимости от вагонки там если она хорошо идет можно поменьше если она похуже будет надо побольше поджимать вот таким образом берем поставить берем клинышек клини у нас по величине разного побольше поменьше там какой лучше подойдет вот тут наверно тонковатый будет ну посмотрим что это можно добавить можно добавить так вот так эти нас такой на стыке маловато это маловато вот это хорошо уберем пока уберем пока уберем вот этот клинишек поставим пока не идет пока не идет ну ладно пропустим но ведь это не идет мы пока пропускаем сейчас клинушки уставим по маленькой подтянем а потом обстучим ее и будет хорошо а потом что ты выводит а в этом время еще поставим и остах клинышек так же дачи ну как говорится так всегда сложно начиная сложно мы посмотрим но посмотрим вот точно надо потоньше кусочек вагоночки вы надо чтобы и подстучать чтобы и посещать такая так вот сюда так 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 вот отсюда сейчас еще сюда в край поставим начнем смотреть что зато вот получаться вот сюда где-то в краю отсюда вот это поставил очень большой то Так, ну вот, здесь уже встала, здесь пошла, да, здесь пошла. Можно подстукивать еще, вот таким образом, растучать, здесь пошла, здесь пошла. А здесь клин не очень сильно был подтянутый, он выпал. Соответственно, берем что? Берем другой, смотрим, посмотрим, вот так вот, смотрим и подтягиваем. Так вот, здесь тоже выпал опять, почему? Потому что начинает входить, начинает входить, начинает упадывать. Так, а вот здесь вот, опа, проблема, проблема, а проблема чуть меня не убила. Вот так вот, стыкуется, да. Стыкуется, наверное, надо было, вот где вот сам шов стыковочный, там, наверное, обязательно надо ставить. Ну, сейчас посмотрим. Здесь прослабилась сильно, прослабилась. Так, и самый важный момент, я забыл сказать, у нас разная вагонка, разный шов получается. Разный шов подчасти. И вот, прежде чем начинать, вот так вот подтягивать, подтягивать, есть смысл посмотреть, а какую же ширина-то шва, а каким образом взять, просто вот вагонку вагонку предложить, и ей будет видно, значит, какой же ширина шва. И когда уже будешь подтягивать, уже будет видно, что она протянута до конца или нет. Вот, опа, здесь вот хорошо, здесь хорошо, здесь вот тоже, тоже нормально, нормально вот здесь вот. То есть она встала уже, видите, вот таким образом. Здесь тоже вот более-менее хорошо. Так, здесь вот, здесь тоже хорошо, правда, темновато. Для этой работы лучше работать днем. Так, здесь вот, здесь тоже все встало. Здесь нормально, все. Вот эту вагонку уже, что мы и расклинили, она нормально стоит на клинике. Значит, все, следующий этап, что будем прибивать кляймеры. Ну, по кляймерам здесь вообще проблем нет уже, уже я разъяснял, говорил. То есть берешь кляймер, можешь начинать с центра, можешь с края, ну, как душа желает. Взял и вперед. Здесь вот, главное, ее поставили, закрепили. И достаточно, видите, хорошо получилось. Вот, и шов нормально получился, и все. Ну, посмотрим, что-то будет дальше. Сейчас возьмем кляймер, начнем пробивать кляймеры. Установили вторую вагонку. Сейчас снимаем. Снимаем, и на сегодняшний день, наверное, хватит. Ну, сейчас вот снимем, потому что, я говорю, чтобы поздавать начали. Так, поздновато начали. Ну, прямо скажем, что одной вагонкой, то есть длиной одной вагонкой, стелить легче. Устанавливать ее легче. Ну, и если работать с вагонкой, то потолок, наверное, самое сложное. Потолок на это слово. Ну, как говорится, подводим итоги, так говорится, начало сегодняшней работы. Ну, что нужно сказать следующее. То, что стыковать, стыковать вагонку можно. Не так просто, но можно. Но можно. При работе использовали простой инструмент. Ну, вот шуруповерт, вы видели. Молоток, кляймеры, упорные дощечки, дощечки и клинья. Ну, соответственно, что будем работать, будет видно, как будет получаться. На сегодня уже все. Как говорится, пьем чай и едем домой. Продолжаем работу по обшивке потолка. Вот еще напоминаю, значит, обшиваем вот такой вагонкой. Евровагонка. Недавно, буквально два дня назад ошиблись. Я взял три пачки другой вагонки. Немножко не подошла. Привыкли уже. Берем и берем, не смотрим. Надо смотреть. Вот здесь подготовили здесь шаблон себе. Вот такой сделали шаблон, чтобы легче работать в стык. Ну, если кто будет делать, разберется. Разберется работаем значит с таким встаночком, с таким, с трассовочной пилой. Очень хорошо. Ну, вот сейчас, в принципе, можно посмотреть уже здесь. Дело идет к завершению. К завершению! Здесь вот тоже для облегчения работы сделали вот такой шаблончик, чтобы видите, где стыковать. Ну, вот он сам в стык. В принципе, практически его практически не видно. Если мы еще будем этот потолок обрабатывать лаком, покрывать, может быть, еще какой-то маринкой будем покрывать, посмотрим, что будет. Но я думаю, будет очень хорошо. Очень хорошо. Ну, хотя, если честно, скажу, что работа очень трудоемкая по сравнению, значит, допустим, со стенами. Потолок, тем более, если потолок, вы видите, стыкуем, стыкуем, приходится очень долго, очень долго с ним возиться. Ну, и тяжеловато, тяжеловато. Ну, как говорится, всякая работа, почетно, и в данном случае, как говорится, труд, вот он налицо. я думаю, что должно завершить уже ничего не завтра, но может день, другой мы здесь это дело завершим. Все. Все. Время. Время. вот завершили работу с потолком особенность работы заключалась в том что если у нас расстояние получается 4 метра вагонка у нас трехметровая пришлось значит стыковать но если посмотреть вот получается значит вот линия стыковки вот с одной стороны ну и соответственно с другой стороны значит вагонку стелили в разбежку здесь получается вот здесь стыкованная вагонка вот уже не стыкованная снова стыкована вот не стыкованная но получилось в целом неплохо мы даже не ожидали что получится не ожидали вот только закончили работу закончили работу еще не шпаклевали не зачищали ничего а если еще это дело немножко пошлифовать зашпаклевать зачистить будет гораздо лучше но в принципе по вагонке здесь уже осталось совсем мало совсем мало здесь вот уголочки нашли уголочки нашли окромить окно ну и здесь видите пол 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 тормозит работу потому что нет доски нет доски сейчас приобретем доску и будем завершать я думаю каждый способен так сделать если кому-то понравилось пожалуйста делайте до свидания до новых встреч